Всем огромный привет из Прованса! Вы на канале или на Франц! Вот и наступило 24 декабря, католическое Рождество, и сегодня французы отмечают вечером семейный праздник Рождества. Мы также собираемся к моему свекру и свекрови, потому что это наша семейная традиция, как я уже рассказывала, справлять Рождество в семье. А я хочу от всего сердца поздравить всех моих подписчиков с наступающими праздниками, также кто отмечает католичество и Рождество с католическим Рождеством. Я благодарю вас от всего сердца, что вы уже третий год находитесь со мной на моем канале. Есть, конечно, и новые подписчики, но есть и те, которых я уже знаю третий год и которые стали по-настоящему моими друзьями. Я желаю вам от всего сердца добра, уюта, очень много здоровья, потому что без здоровья все остальное не важно. Чтобы в ваших сердцах всегда царила любовь, чтобы вы были добрыми и чтобы в этой жизни все, что происходило, происходило только на благо вам. Вы знаете, один человек хороший мне написал такую фразу, что природа никуда не спешит, но всегда успевает. Я хочу вам всем на моем канале пожелать, чтобы вы всегда везде успевали, но никуда не спешите. Жизнь, она такая короткая, поэтому не стоит спешить. Просто принимайте все как должное. Любите эту жизнь, любите своих близких, любите людей, с которыми общаетесь. Любите этот мир, и этот мир ответит вам тем же. Всех с наступающими праздниками, и оставайтесь со мной на нашем канале YouTube или на Франс. Ну а я, я всех вас люблю, уважаю, и вы ничего с этим не можете поделать. Мы уже всей семьей в машине. Бонжур, Сюдимон. Бонжур. Бонжур, Владислав. Алло, Жуэн-Уэль? Жуэн-Уэль. Серьезно, Месью Димон. Появили. Покажу вам немного деревню. А, там все украсили. Упнись. Зимни, стоп, на лице. Давай. Ёлка такая длинная и тощая. Смотрите. О, даже конца не видно. Вон там, где-то в деревьях на кипарис похоже, а не на ёлку. И здесь тоже. А, вот. Типас? А, Влад говорит, это не ёлка, это кипарис. Точно. Мы уже у Лильяна и Даниэль. И мы готовим праздничный стол. У нас аншуаяды, это овощи. И попить. Секуа попить? Майонез. А, вот он майонез делает, смотрите. Ну, он же меня снова не позвал. Сейчас будем снимать. Он сказал, там яйца, горчица. Ура! Да! Стой. Денький. Он мне тут так. Рассказывает, что он... Один яичный желток добавил, горчицу добавил, масло добавил и специи добавил. Он расстроился, говорит, майонез не поднимается, потому что в доме слишком холодно, жарко. И сейчас он что-то будет делать. Не знаю, что. Фетро шоу. Разбивает одно ещё яйцо. Он говорит, сейчас буду исправлять. Добавлю ещё один желток. Соль. Я говорю, Даниле, идите уже одевайтесь красивой, чтобы быть. А то она говорит, меня не снимай, я ещё некрасивая. Я здесь вам показываю, горчица. И всё. Исправляем майонез. Угу. Папи у нас нервничает, что слишком жарко. В доме. Добавляет майонез который не получился Вот надо же, на Рождество всегда получался, а теперь не получился Этот получился намного лучше И Лильян говорит, что ни в коем случае нельзя майонез сделать в стеклянной таре Нужно делать по-провансальски в деревянной Продолжаем Влад уже нарядился А он говорит, когда вы делаете Вот этим миксером ручным, то всегда нужно его в круговую поворачивать И постоянно он подливает масло, я не знаю сколько он уже масла вылил туда Он говорит, ты не говори, я еще не закончил Вот эта посуда такая классная деревянная Мы уже начали украшать стол С Владиславом сворачивали наши салфетки Смотрите, какие они у нас красивые получились Ой, Влад, конечно, накидал здесь Надо мне все подправить Вот И у нас сегодня бордовый с золотым столом Вот Смотри Ёлочка здесь с подарочками И Как красиво выросла Пшеница Вот это Вообще Замечательно Лилиан продолжает делать майонез Выжимает еще лимоны Я у него спрашиваю, сколько чего, сколько ингредиентов Потом, я думаю, будете спрашивать Он мне говорит, что Так как народу много То два желтка, два лимона И почти литр масла Представляете Самый вкусный майонез с пальцем Он говорит, что мне пробуй Майонез Вы уж извините Попи Мы сейчас попробуем И вот майонез Сейчас он настоящий Ммм Очень вкусно Лимоновый Лимоновый Уже подошли гости Привет, опалень С Рождеством тебя Красавица И там у нас Максу Макс Макс Не отвлекай, говорит меня Я ем Все, майонез готов Красотень Такое блюдо Будем сейчас второе делать Аншо Сейчас постараюсь снять Следующее блюдо Провансальское Это анчоусы Маленькая соленая рыбка Она полностью в соли Вот ее нужно Будет каждую рыбину Промыть В Провансе всегда это блюдо делают Вытащить все косточки Сейчас у нас Лильян Этим будет заниматься Он взял маленькую сковородку Вот смотрите Сейчас вам покажу Как продается в Провансе Они полностью, полностью Вся эта рыба в соли Суде Франц Суде Франц Аншоуа Курёва Суде Курёва Пока Лильян там чистит Анчоусы от соли Я вам сниму Посмотрите, что это такое Кто догадается Это луковый конфитюр Из чего этот луковый И для чего этот луковый конфитюр Я уже вам говорила несколько раз Для фуагра Сейчас мы посмотрим С чем мы Вот посмотрите Вот этот Луковый конфитюр С инжиром И бальзамическим уксусом Луковый конфитюр С медом И малиной Ну, французы не гурманы Луковый конфитюр С медом И с апельсином Луковый конфитюр С бальзамическим уксусом И с медом И с фигой А это, наверное Она купила по две Да А, все понятно По две баночки И этот Луковый конфитюр С медом И с изюмом Вот такие конфитюры Подают во Франции Фуагра На Рождество У каждого француза Есть такой Небольшой Погребок Я там покажу В тихушку Где они хранят Старинное вино И мы вот с Даниэль Пришли сюда В этот погребок Чтобы выбрать вино На Рождество Посмотрите Журансон 1996 года И здесь такое богатство Так что мы сейчас будем Выбирать вино Мы уже выпили апперитив Посмотрите И все наши Родственники Привет 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 А это Тома Познакомьтесь Это сын Ктефана Он Не часто в моих видео Так Папи у нас переоделся И сказал Кто-то ворчит Опять ворчит Лильяна Заниэль Решила сделать Фотографию на память Сейчас вы нам Всех Всех Мужчин В нашей семье Это Камераман 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 Папи Си-вуплей Посмотрите На меня А мы с Данилем покидаем Мужчина Мы поехали В деревню Смотрите Наряженные дома Я сказал Мы на дискотеку Мы на дискотеку Мы на дискотеку Ну все Мы поехали гулять Мы вышли В центре деревни Заниэль И мы взяли Водителя Александра Чтобы вам поснимать Как здесь все украшено Здесь Поставили кучу елок Первый год Так А там наш замок С привидениями Помните наш замок С привидениями Я предложила Зайти Посмотреть Даниэль Модная 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 В юбке В красивой В куртке Модной Модная свекровь У меня Молодец Сейчас пойдем Попробуем Дойти до церкви Вот Красиво здесь Как Украсили Елочку Небольшую Сейчас мы пойдем Вы представляете Еще только 8 часов И уже Месса Закончилась Я так Хотела попасть На Мессу И они в этом году ее провели Раньше Вот 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 И вот Она Наша Церковь Поставили Такие Как это Назвать Информативные Не знаю Как сказать Расстроилась Что Месса Закончилась Даже не знаю Как сказать Объяснить Когда Построили Эту церковь И историю церкви Украшают Дома И внутри И снаружи Такими вот Светящимися гирляндами Раньше украшали Еще больше Но сейчас Все меньше и меньше Но вот этот Я вам должна показать Здесь настоящая Рождественская сказка У кого-то Раньше В Провансе Даже проводили Конкурсы Ох Какая красота Молодец Кто-то посмотрите Напишите в комментариях Украшают ли В России Так дома Это кстати Во Франции Стоит очень Очень Дорого Французы Некоторые Молодцы Здесь у него И олени И просто Рождественская сказка Браво Просто браво Просто браво Извинить колокол Не слышно Рождество Всех с Рождеством Время Все Брик Время 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 Вы慢 Время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok